Трезвым родился, трезвым живи. Под таким девизом сегодня в Якутске на площади Орженикидзе прошел День Трезвости. Его организовало Управление Госалкоконтроля Якутии в рамках Декады, стартовавшей 4 сентября в Якутии. Какая ситуация с потреблением алкоголя в республике, расскажет Павел Танин. Традиционно внимание на Дне Трезвости к себе приковала выставка ярмарка «Живи трезво». Свои стенды разместили медицинские организации и любой желающий мог проверить состояние своего здоровья, получить консультацию специалистов по профилактике не только алкогольной, но и наркотической и табачной зависимостей. О вреде алкоголя пришли рассказать и сотрудники ГИБДД, ведь из-за нетрезвых водителей на дорогах происходит большинство дорожно-транспортных происшествий. С начала этого года сотрудниками госавтоинспекции выявлены и отстранены от управления более 5000 в состоянии алкогольного опьянения. С сожалению, нужно отметить, что из этих 5000 более 250 – это представительницы слабого пола. К сожалению, эта статистика у нас тоже растет, как, впрочем, и ДТП по вине нетрезвых женщин. На площади также провели концерт и конкурсы, и все чаще подобные акции посещают представители молодого поколения. Идет молодежь. Вот это для меня лично, как для специалиста, это молодежь, это наше будущее, и они понимают трезвость уже как один из качеств успеха, поэтому это очень отразно. В целом, сегодня в республике проводится масштабная антиалкогольная политика, и ее положительный эффект подтверждает статистика. В Якутии более чем на 7,5% уменьшились объемы продажи алкогольной продукции, а в рейтинге трезвости страны республика за два года поднялась с 70-й на 34-ю позицию. Павел Танин, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.